Здравствуйте, дорогие друзья! Как вам такой диалог? Я никак не могу найти время и сходить к врачу. Понимаю, что надо, давно болит, но что-то как-то ноги не идут. Это у тебя вторичная выгода, тебе на самом деле выгодно болеть. Знакомо? Вот такой диалог вполне может произойти между клиентом и психологом или даже между друзьями, если кто-то из этих друзей увлекается психологией, например. И несложно представить, что в этот момент чувствует клиент или ваш собеседник, когда его обвиняют в какой-то выгоде пресловутой оставаться вот в этой болезни. Поэтому сегодня мы поговорим со специалистом вот об этой вторичной пресловутой выгоде. И расскажем вам, почему эта фраза нежелательна и может быть даже вообще недопустима сегодня об этом узнаем. И что там за этим термином на самом деле. Гость студии сегодня экзистенциально практикующий психолог, психодраматист Мария Вотинцева. Здравствуйте, Мария. Понимали? Прекрасная тема, я считаю. Вот договаривая эмоционально вот эту вот фразу по поводу того, что да, ну клиент приходит к психологу за пониманием, за... Получает помощь в решении. И в этот момент, да, получает... Я вот просто себя представляю, когда на роли, во-первых, возмущения. Что я чувствую? Я чувствую возмущение, да, сильное возмущение. Протест. Протест. Я чувствую прям вину, да, как будто меня вот прям обвиняют в этом, да. И еще какой-то стыд, что, ну вот я пытаюсь тут кого-то обмануть, что мне на самом деле это выгодно, а я тут пытаюсь кого-то обмануть, что мне это невыгодно. Вот что, 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 что это такое? Вот если буквально немножко... Мыльный пузырь. Мыльный пузырь, да. Но этот мыльный пузырь был описан вполне себе такой научно-психологической литературе. Почему? Кто его описал? И почему он сейчас уже, ну, не актуально? Потому что, ну, все... А, термин вторичная выгода к нам в такую обиходную реальность пришел из наркологии, по большому счету, где он там прям прекрасно закрепился, обосновался, ну, мол, человек пьет там или наркоманится, и какие... Ну, значит, для чего-то это ему надо. Если мы еще чуть раньше отмотаем, это происходит к нам от Адлера и его системы. Но в чем подстава, да? То, что является некоторым узким смыслом, рассматриваем конкретно, феноменологически в каждом там конкретном случае, начинает как-то вот прям на все распространяться, и это становится когнитивным искажением. И это такое когнитивное искажение по типу вера в справедливый мир, что есть причины и следствия. Наш мозг, к счастью, так устроен, что ему обязательно нужно понимать, откуда и куда оно ведет, чтобы мир был достаточно предсказуемым. Неопределенность как-то не очень. Неопределенность — это очень трудновыносимая штука, особенно для специалиста, если вы нарколог или кризисный специалист. Какой-то специалист, который работает постоянно с чем-то достаточно горячим, с чем-то постоянно достаточно непредсказуемым. Алкоголики, наркоманы, люди с зависимостями — ребята вообще непредсказуемые. Я не сильно сейчас в наркологии, в каких-то современных трендах по этому поводу. Моя здесь гипотеза, что, скорее всего, это именно из этой области произрастает. Есть выгорание специалиста, потому что то, что называют вторичной выгодой, можно заменить другими словами, более прекрасными, и другой логикой, потому что логика здесь, ну, прям, мягко скажем, кривая, да, про эту вторичную. Необвиняющими, по крайней мере. Понятно, что речь идет о каком-то состоянии, да, ведь, но его же можно как-то корректно назвать, чтобы вот это слово «выгода», да, то есть я пришел с какой-то проблемой, и мне говорят, что мне выгодно в этой проблеме оставляться. Еще такие трудности перевода, да, ну, то есть если по-английски, это будет «seconder gain», и, ну, gain — это не совсем выгода, ну, если этим логически, да, это, ну, некоторое... Я не получаю что-то там первичное, тогда получаю вторичное, да. Я как-то там у себя в соцсетях задавалась вопросом, ну, тоже пришел ко мне человечек от врача, по-моему, и, ну, что-то, и Сири тоже, доктор сказал, что у вас вторичный выгод болеет, вы тогда, не знаю, может, на работу не ходить, там, тара-та-та-та-та-та. Да, и это, ну, вообще-то, не совсем профессионализм и некоторое нарушение этики. Мы можем поисследовать темы, в которых человеку, все пытается слово «выгода» сейчас в голове заменить, какие причины могут провоцировать его находиться или оставаться в каких-то состояниях, но это исследование, да. Тут мы предлагаем какую-то такую структуру, что, мол, выгода, ну, причем, ну, логика, да, вторичный выгода, выгода неосознаваемая, я вот сейчас вон ее в нее ткну, значит, так, и вы ее сразу вдруг осознаете, и, не знаю, там, побежите что-то с этим делать, да. И это какая-то такая штука, которая у нас из, там, возможно, советских времен произрастает про сейчас скажу ребеночку, что он, не знаю, дурачок у меня, и как сразу начнет он учиться, да, кто-то начинал от этого учиться, кого-то это мотивировало, вообще... А кого-то совсем убивало. Да, кого-то совсем убивало. Это, ну, мотивация на страхе, мотивация на вине, мотивация на стыжение. Это не мотивация, это стимул. Вот, и это не полезно, от слова совсем. Особенно, если к нам приходит, например, он к больной, или человек с каким-то, ну, там, проводилось исследование на людях с, как это называется, синдромом боли, ну, в общем, боли и неясной этиологии. Вот, и нет у них никакой вторичной выгоды, они полжизни отдали, чтобы от этой боли-то избавиться. Ну, боль почему-то есть. И говорят, что у нас вторичная выгода, да нет там никакой вторичной выгоды от этой боли, да, возможно, человек просто не может выбраться из этих условий, врачи просто не знают, как это найти, чего ответить. В науке много чего пока неясного, и первые правила науки, в общем-то, что после не значит следствие. Корреляция нам ничего не говорит о причинно-следственных связях. То есть этот конструкт про вторичную выгоду в том формате, который как-то в массах существует, он, давайте погадаем на кофейной гуще примерно, да, ну, чисто интуитивный. Интуиция, ну, там, в нашей профессии прекрасная штука, но она хороша на уровне феномена, который нам клиент предоставляет. Ну, например, я часто замечаю, что люди, которым в детстве плакать запрещали или как-то эмоции свои выражать. Если в кабинете какой-то катарсис их настигает, они хотят поплакать, они часто закрывают лицо или куда-то отворачиваются, уходят в подушку, смотрят там на ноги себе, как-то рассматривают обстановку, потому что им в этот момент ну, регресс, и проекция включается, что сейчас будет, придет мама, папа, не знаю, там, кто-то, кто это угнал. И надо спрятать свои слезы. Надо спрятаться, да. Вот, и это, ну, неправильно, да. Здоровая реакция, если сказать, я вижу, что ты плачешь, ты можешь плакать, ты имеешь право плакать, я не буду тебя осуждать. И что там на самом деле, какие могут быть причины вот в том, что принято было раньше называть вторичными выгодами? О, тут вообще очень сильно все комплексно. Так вот, я как-то в своих соцсетях задавалась вопросом, вообще, есть ли первичная выгода. Я вчера на гуглила, оказывается, есть. Вот. Но тут тоже не все так просто. Чаще всего то, что вторичные выгоды подразумевается, мы можем назвать сопротивлением, мы можем назвать внутренним конфликтом, мы можем назвать банальным там незнанием, давлением среды внешней и так далее. То есть нам необходимо рассматривать, что нам принесли-то. Да, тогда мы пытаемся, когда называем вторичные выгоды, сложить в какую-то коробочку. Мол, ты страдаешь, потому что тебе нравится страдать. Да никому не нравится страдать, даже людям с мазохистическим радикалом не нравится страдать. Просто они по-другому не умеют. Научение здесь тоже имеет в виду, имеет место быть вот это неправильное научение, да? Наученной беспомощностью мы можем это назвать. Спасибо Соликману за этот термин. К нему сейчас тоже есть какие-то вопросы. Я так глубоко при подготовке не вдавалась, но про наученную беспомощность можно поговорить отдельно как-нибудь. Спасибо ему за этот эксперимент с собачечками, замечательно. Не спасибо местами за позитивную психологию, потому что тоже, уйдя в массу, она сильно исказилась. Ну вот, собственно, Соликман экспериментировал с собачками. Собачка в больерчик с лабиринтиком, собачка чует еду, но когда она чует еду и стремится к еде, ее шарашат током. Вот так шарашат-шарашат ее током какое-то количество итераций, а потом убирают ток, запускают собачку, а она к еде уже не идет, потому что у нее закрепилась связь между тем, что еда равно удар током. Люди посложнее собачки устроены. Представьте, сколько у нас может быть разветвлений в этом месте, что на что, какая реакция. И тогда нам необходимо разматывать постепенно-постепенно этот клубочек, от чего человек остается в этой теме. Потому что когда мы говорим, у тебя вторичный выгод болеть, мы уводим его с шоссе в болото. Или представьте, что вы едете куда-то на машине, вчера был дождь, а вам надо в какую-нибудь деревню или вообще в бездорожье, и вот колея, вы в ней застряли. Или зима, да, все мы знаем дворы зимой, которые не чистят. И представьте, что вы застряли, буксуете, колесами ворочаете, мимо проходят какие-нибудь местные жители или ваши соседи говорят, ты чувак, ты застрял. Да, когда логично вообще-то его в этом месте, товарища, подтолкнуть, помочь как-то и так далее, да. Или там взять, возьми лопату, а что, вторичная выгода здесь застрять на всю ночь мороз, да. Мы тебе не будем помогать, тебе тут выгодно было оставаться. Тебе выгодно застрять в этой колее, да. Ну, как бы, условия. Мы в России живем, у нас зимой бывает холодно, бывает много снега. Снег порой не убирают, да, и цепочка, ну, такая большая, длинная, когда эту цепочку пытаются вести каким-то двум-трем параметрам, чтобы сделать их понятными. Ну, происходит искажение, но там всем нужен понятный мир, поэтому, видимо, этот термин так прижился. Ну, он еще, понимаете, он легко оправдывает то или иное поведение человека, и в том числе поведение психолога. Вот прекрасная метафора с машиной, и я сейчас подумала о том, что если мы говорим опять-таки о машине, да, которая застряла, вот если в ней есть комплект ремонтного оборудования, там есть лопата, там есть доска, то есть то, что мы, в принципе, перенося на человека, можно назвать некими либо хорошим навыком, либо ресурсом, да, либо уже готовностью, то есть есть что-то в этой машине, что может помочь ей выйти оттуда, там, с помощью человека, который, ну, типа, психолог, да, проходил мимо, либо самостоятельно, то есть что-то должно в этой машине есть. Если там этого нет, эта машина так и будет сидеть, пока не придет человек какой-то, скажет, я вижу, что ты застрял, давай я тебе помогу, наверное, трактор нужно вызвать вдвоем, и, наверное, не сможем. Да, вот про трактор сейчас классно, классно, чувствуете, да, тоже пример какие-то начинают сразу появляться, трактор, потому что, наверное, бывают реально ситуации, в которых нужен трактор, бывают ситуации, в которых достаточно лопаты, и пока мы ситуацию конкретно не увидим, но когда мы сферическую застрявшую машину в вакууме рассматриваем, мы же не говорим, ну, товарищи, могут тебя тут застрять, наверное, да, остаться на веки вечной, да, это тогда вопрос и проблем выбора. Никто не хочет застревать на дороге, попадать в какие-то очень глубокие личные драмы, конфликты и так далее, но формируется все это не один день, и, соответственно, решить это тоже, для того, чтобы это разрешить, нужно время, силы и желание это изменить, и когда человек пришел к психологу, или, допустим, даже, это же сейчас прям, вот вы правильно сказали, вышло из психологического поля и используется просто так вот этот термин. Люди, которые не имеют никакого отношения к психологии, тоже могут, ну, там, почитав какие-то статьи, сказать, ну, у тебя раз так и штамп поставить, у тебя вторичные выгоды. Ну, да, это такая, кстати, интересная такая, есть наша культуральная тенденция, что, в принципе, мы, может, любим использовать наукоемкие термины в быту, скажем так, да, ну, мы же говорим проценты, там, про что-то, да, это термины, которые научные, да, и это, ну, такая немножечко эволюция языка, возможно, про, раньше говорили все мужики козлы, а теперь абьюзеры, там, раньше говорили все бабы и стервы, а теперь абьюзерши, или там, ну, как, токсичные. Токсичные, да, очень популярное слово. Да, ну, то есть, мы пытаемся заменить бытовую какую-то, в прошлый раз, как мы рассуждали, что термин истеричка в, там, психоаналитическом смысле, значит, вообще не то, что это значит в каком-то быту, да, и это вообще очень-очень удобно. Я тогда, когда говорю этот термин, я чувствую, там, за собой массу каких-то людей, которые, значит, этот термин придумали, и вот у меня тогда есть обоснование, да, я же не просто так сказал, что ты не оскорбил тебя, что ты, там, в Казани знаю, да, или, там, дурочка, но я вот, 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 вот так, достаточно выгода у тебя. Но по большому счёту, ну, есть в таком контексте, когда это стыжение, обвинение, ну, это не оскорбление в том числе. Давайте ещё раз повторим, на всякий случай, что имеют в виду специалисты, когда всё-таки используют вот этот термин, чтобы понять, чем его можно заменить, и чтобы человек не пугался, если ему так всё-таки говорят. Тут мне загадки, я в чужие головы и других специалистов влезть не могу, но я за собой замечаю, насколько этот термин въедается, даже в том числе по, ну, тому, как нас учили. Я училась в нулевые, там, начало десятых, и очень плотно десятые, соответственно, там, в втором половине десятых постепенно эта тема начала отходить про вторичные выгоды, ну, и там, мои специализации как-то максимально сузились и стали более гуманистическими, ну, там, вспоминая свои университетские годы, я могу сказать, что просто, ну, вот, на каждом шагу. Да, это на каждом шагу. Выясните, какая у клиента вторичная выгода. И это, ну, как будто какая-то скрижаль, короче, прилетела, и она очень некритично воспринялась, что ли, и она очень так ложится на нашу такую культуральную основу в психиатрии и психологии. Мол, найдите причину, покопайтесь в причине, и что-нибудь там у человека да поменяется. Ну, по сути, когда нам человек какую-то тему приносит, он же симптом приносит, симптом, какая-то реальная его бобо, бобо, да, и вот с этим бобо-то нам надо работать, не с тем, ну, есть вторичная выгода, да. И что? Того, что мы ткнем туда, что поменяется, если мы в открытую ранку ткнем, нам нужны какие-то другие инструменты. Да, хороший пример. Именно ткнуть в открытую рану. Дальше что? Что дальше? Ничего. То есть, получается, мы никак в этой ситуации, кроме как поставить клеймо, клиенту не помогаем. Смотрите, мы можем покрутить тему про то, что какие параметры тебя побуждают оставаться в этой ситуации, да, и тогда можем, опять-таки, выйти на внутренний конфликт. Например, женщина, которая не очень комфортна с ее мужем, не будем брать прям какие-то трэш-примеры, не знаю, это просто он невнимательный, весь быт она тащит на себе, все детей на себе, то, что сейчас называется ментальный груз, когда на женщине вся организация домашних дел и быта, и это вообще-то культурально обусловленная история, да, и она там пытается с этим мужем поговорить, как-то объяснить, что тяжело, смотри, сколько я всего делаю, и так далее, и так далее. Муж говорит, ну, я на работе устал, например, но она приходит, например, подружки, возьмем психологу, пока возьмем, подружку, и подружка говорит, тебе просто выгодно с ним оставаться, потому что, не знаю, бабки приносит, и не знаю, там, постель хорош, ну, или там еще чего-то. Подстава же в том, что человек, когда он в каких-то не очень приятных условиях, оказывается, он из них пытается, ну, что-то хорошее извлечь, иначе совсем будет печально, если попадай в депрессию, ложись, помирай, когда я понимаю, что вот вообще все, полный мрак, да, меня это все дико не устраивает, и так далее, и так далее. Ну, то есть, есть какие-то еще причины, есть какие-то потребности, ввиду которых эта женщина, например, остается в таких некомфортных отношениях, любит она его, например, до сих пор, или опять-таки, ну, какие-то у него свои другие плюсы есть, тогда она находится в постоянном этом колебании плюсов и минусов. И это внутренний конфликт, или, например, сопротивление изменениям. Вроде бы, человек приходит, вот прям, тоже частый пример, когда человек приходит на сессию и говорит, в принципе, мне предлагают классную работу, и там, в принципе, я там могу, ну, как-то улучшить свои там какие-то условия, так далее, так далее, но так страшно, так страшно, я, короче, ничего-то сижу и ничего не делаю и прокрастинирую. Да, мне там предложили написать какую-нибудь офигенную статью, я вот сижу там и в монитор туплю, или там иду, чайничек ставлю, не знаю, убрал всю квартиру и так далее, и так далее, тогда мы имеем прокрастинацию. Главное, чтобы не принять это решение, которое я бы предлагаю. Да, тогда мы смотрим, что там в этом решении такое, что ты получишь, получив этот успех, или, может быть, действительно, ситуация, когда просто нет лопаты, нет инструмента, как из точки А попасть в точку Б, потому что основной вопрос, ну, частый вопрос, с которым люди приходят, а что делать-то? Сначала как это делать? Знаем ли мы, как из пункта А попасть в пункт Б? Как, знаете, иногда, ну, там, навигатор строит нам маршрут, но навигатор не учел, что там дорогу перекрыли, а тут кирпич во дворе положили, поэтому этот вопрос, что делать, он последний вообще в этом списке, и что, ну, чего делать, обычно само по себе как-то там берет и появляется, когда мы понимаем, как, и что я хочу, что именно я хочу, да, когда две противоборствующие, что такое прокрастинация, бунт обесцененных потребностей перед переоцененными, ну, тут же мы либо значимость снижаем, тогда того, не знаю, написания этой статьи, потому что слишком много психической энергии инвестировано, и тогда тяжело к какому-то делу и задаче приступить, ну, не знаю, от этой статьи вся твоя жизнь не перевернется, даже если ты получишь, не знаю, миллион денег, ну, как ты с ним научишься быть. Прозвучало очень важное слово страх, еще одна эмоция, которая появляется, когда мы говорим о вот этой самой выгоде, да, то есть получается, если брать пример женщину с ментальными, как вы сказали, ментальный груз, да, который тащит на себе весь этот дом, по сути дела, если ее спросить, а что там будет, если перекинуть мостик, вот представьте себе, что вы все-таки решили этот вопрос, да, и расстались с мужчиной, который вам не помогает, вот таким образом, да, глобально, что тот, то что там, и там, конечно, будет страх, потому что, как будто, все то же самое делаю, но, возможно, уже не будет материальной поддержки. Да мы работаем со страхом, мы находим более базовые вещи. Есть уже какая-то, ну, как бы, цель, да, с которой уже можно работать. Да, потому что вторичную выгоду нам оставляет, вот прям свой пример расскажу, печальный, естественно, возможно, без таймы Таршовой, когда мне было, ну, наверное, лет 19-20, я ходила на одну группу терапевтическую, в таком городском за одном заведении, группа была платная, она достаточно теплая, а жила я в ту пору с родителями алкоголиками, и в чем особый цимиск ситуации, в квартире не было дверей, вообще нигде, ну, то есть в туалете висела занавесочка, и я реально очень страдала от того, что я даже не могу запереть в своей комнате, когда какой-то холивар начинается, что там, не знаю, мама какая-нибудь, абстиненция или доверие, обычно это происходило по ночам, то есть я критически просто не высыпалась в ту пору, вот, и тоже, ну, как говорю еще раз, эта школа про вторичную выгоду, она настолько в мозг въедается, вот даже я сейчас говорю, и я пытаюсь какие-то слова подобрать, чтобы заменить, и мне приходится напрягаться, да, потому что будет в каком-то, ну, абстрактном рассматривании. Почему неудобно звучит фраза? Удобно она как-то звучит. Супер, суперудобно. Вот, и какие-то мне иногда люди, особенно ведущие, накидывают варианты, вот есть же вот какие-то там, не знаю, склады, где дешевые двери, возьми да поставь себе дверь. Супер. Где гарантии, что мне эту дверь не снесут в первую же ночь, например, да, или где гарантии, что мне вообще пустят мастеров, чтобы установить эту дверь, я сама не умею устанавливать дверь. то есть, что дверь, это, ну, какая-то, вообще, суперверхушка айсберга в этой истории. Да, там, или денег нет у меня на эту дверь, или еще чего-то, да, а в чем прикол, да, например, люди, которые не жили с алкоголиками в активной, короче, достаточно агрессивной алкогольной фазе, они представления не имеют чуть такое. Вот, и первое, чего хочется в этой ситуации, это защитить себя от, ну, того контента, который тебе рассказывают, ему начинается про вторичную выгоду, про какие-то другие штуки, мол, тебе нравится страдать, там, не знаю, жить с родителями алкоголиками. Защитить себя. То есть, вы сейчас говорите о тех людях, которые с вами сидели в группе, вот эти вам интересные советы накидывают. да, да. То есть, они пытаются защитить себя от понимания или проникновения вот в эту ситуацию. Да, потому что, если мы представим, что другой человек действительно страдает в этой ситуации, а я, например, бессилен ему помочь, то это больно. Это очень больно. И это то, чему мы годами учимся в своей профессии выдерживать собственное бессилие. А, то есть, получается, что человек в группе вам предложил купить дверь, вы понимаете, что это вообще не очень реальный вопрос, а он говорит, ну и все, я как бы предложил, я могу... Ты хочешь страдать, да. Мне нравится страдать без двери, значит. потому что, да, потому что это вот ее выбор, она хочет продолжать страдать, а мне в это время стало спокойнее. Да. Интересно. Да, именно, чтобы снять некоторую, собственно, на тревогу. На другом, это еще, когда люди этого не видели, они не очень этого понимают. Сталкиваясь с бессилием, вообще неприятная вещь, а для специалистов той, какая неприятная. То есть, получается, когда человек использует эту фразу, это некая демонстрация своего бессилия. Не тоже демонстрация бессилия, это попытка найти... Ну, попытка. Такая попытка, ну, все равно это от бессилия. Я тебе хоть чего-то предложу и так далее, да, хотя иногда честно сказать, да, блин, я не знаю, что с тобой. Не знаю, почему у тебя болит, там, неясная теология боль, или почему. Давай мы как-то еще с чем-то поработаем, или с этим поработаем, да, вот как-то аккуратненько вокруг, что-то может быть еще. Да, потому что не помогает эта история, когда это действительно про это. Ну, да, вот в какой-то статье я писала, что когда, простите, не писала, а читала, что используют психологи эту фразу тогда, когда заходит в тупик. то есть мы и так пробовали, и сяк пробовали, а ничего не происходит, и человек продолжает оставаться вот в этом состоянии. А мне все-таки ближе вот это понимание того, что у меня, я как поняла, что все-таки для того, чтобы были какие-то, начались какие-то изменения, мало понимания, да, нужен еще ресурс. Вот человек не находится в данный момент в этот ресурс. Как минимум. Много чего нужно. Дайте так представим, да, помните, в моем детстве, ваше юность, наверное, был фильм «Пришельцы», где там Жан Рено и еще второй «Товарищ», да, попадают в наши дни, да, мы Средневековье, и для них там тьма, свет, да, как там с выключателем, они вообще не знают, что такое, что происходит и так далее, что фотоаппарат может украсть их душу, да, и вроде бы они попадают в более комфортные условия, но им в них дискомфортно, потому что эти условия вообще очень непривычные. Наши там 99% эволюции пришлись на нижний палеолит, как вида, где условия были вообще непонятные, непредсказуемые, их необходимо было изучать и какие-то простые причины следствия, да, и вторичная выгода звучит так, знаете, бабушки, как говорят, вот сегодня солнышко в тучки заходит, завтра дождь будет, да, будет он завтра или нет, да, пёс его знает вообще, да, но вот приметы устоялось, да, вот эти какие-то там приметы, поговорки, и что человек выбирает чаще всего в привычных условиях оставаться, потому что они, блин, привычные. И они, и в них всё равно есть какая-то доля безопасности, наверное, да? Они более предсказуемые и понятные, вся психика затачивается, наша адаптивность, то есть, Нарвин не говорил, чтобы выживать сильнейший, Нарвин говорил, что выживает наиболее приспособленный. Я к этой среде уже приспособился. Тут, конечно, плохо, но понятно. И это понятно, более весомый аргумент, чем вот это абстрактное хорошо, а как там хорошо? А вдруг мне там будет плохо, а тут я потеряю своё хорошо. Нет, там даже мысли это не вдруг там неплохо будет. Человек же реально думает, мне там будет хорошо, но как туда попасть? Как там, что нету заточности? Например, когда мы делаем резкий level up, что такое level up? Не знаю, резкий какой-то скачок происходит в карьере, в жизни, и особенно, если, например, этот травматик, не знаю, жил-был травматик и работал на какой-нибудь стабильной средней работе, и вдруг происходит у него в жизни какой-то резкий карьерный скачок, и он, не знаю, становится там каким-нибудь начальником крупным. Он себя будет чувствовать самозванцем, там плохо будет в этот момент, потому что это совершенно непривычные условия, под них никак прошивки нет. да, и первую задачу мы постепенно, 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 постепенно формируем эту прошивку по вообще-вощем мелочам. Ну, там тоже на своих тупых примерах, как обычно. В какой-то момент я устала зарабатывать больше, чем я зарабатывала, а я продолжала, не знаю, покупать там продукты по акции в пятерочке. И мне понадобилось еще несколько лет, чтобы понять, что, блин, я, оказывается, могу себе позволить тортин с лососем в обед. И от этого мой бюджет вообще сильно не пострадает, потому что, ну, память меня откидывала в травматические события, там, в районе 20, когда у меня денег, не знаю, было там курицу есть всю неделю или там банку тушенки всю неделю. И мозг это помнит. Наш мозг эволюционно, опять-таки, заточен, потому что плохое запоминет лучше, чем хорошее. Вот еще там такие аргументы были за вот эту самую пресловутую выгоду, термин бонус и реальный обман. Ну, то есть, когда человек действительно... А это уже привет Эрку Бёрну, моему любимому. Да, я собираю коричневые, как там это было, билеты. Мол, я тогда могу сочувствие получать от окружающих и, там, не знаю, поддержку и так далее. Ну, серьезно. Ну, вот прям, я выбираю оставаться, не знаю, с партнером-абьюзером, чтобы мне подружки сочувствовали. Я выбираю оставаться на нелюбимой работе, не знаю, чтобы мне друзья сочувствовали. Я заболеваю, чтобы ко мне лишний раз пришли и меня по головке погладили. Ну, это про болезнь, это прям, вот, прям прекрасно. Так же, как это, про причины психосоматики, не знаю, вы что-то не договорили, у вас горлышко заболит. Ну, это, опять-таки, попытка сделать мир понятным и упростить. Да, есть такая книжка, которую, мне кажется, сжигать пора, Курт Типпервайн, как же она называлась, ну, в общем, этот товарищ сделал огромную таблицу на все болезни, значит, с их психосоматическими причинами. Прямая так. Да, прямая. Где исследование, где выборка, ну, то есть, это чисто интуитивная какая-то конструкция. При том, что это не имеет никакого отношения к психосоматике на самом деле, вот эта вот, вот эта вот вся табличка. Психосоматика значительно сложнее, и сейчас более интересная литература выходит по этому поводу. Не к этой теме готовилась, поэтому сейчас не вспомню автора, но прекрасно недавно книга попадалась про там, и они выделяют 14 различных там психосоматических видов, и то есть, в большинстве случаев это реальная органика, и на ней уже психосоматика образуется. Прямо если вы долго ходите с болями, каким-то, естественно, это психику меняет, или какие-то определенные препараты мы применяем, да, это психику меняет. А еще, если психика инертна, а мы не успеваем к этим изменениям, да что там, прости, господи, не знаю, килограмм там лишний набрал, морщинка новая появилась, мы уже, господи, все, я умру, скоро я старею, и так далее, и так далее. Это про то, что нас не учили принимать изменения в этой жизни. Большинство концепций, где такая терминология используется, они родом в 50-х. Ну и условно. В 80 лет уже. Да, ну то есть, это сколько лет этой концепции уже, да, и наука, и психология, и медицина за это время неплохо так ушли вперед. Особенно хочется обратить внимание про то, что у нас достаточно большое количество, к сожалению, онкобольных, и вот тот кейс, о котором я вам рассказывала перед нашей встречей, да, что вот прям вот такую прямую аналогию, рак потому что, как там было? потому что у вас, да, потому что у вас рак именно этого, потому что вот вы то-то сделали в своей социальной жизни, а у вас рак вот этого, потому что вы вот это вот сделали. Ну и кошмар, конечно. Давайте человеку, который страдает, еще вину навесим за его собственную болезнь. Тоже подстава, да, рак известен у нас со времен Гиппократа, то есть он его еще вообще первым описал. Откуда он берется, никто не знает до сих пор. Никто не знает, какая группа причин, ну, вторая такая подстава, да, что в большинстве случаев события, феномен, симптом, они имеют разные, ну, как это, вы видели бы этот мем или нет, да, как клиент представляет себе проблему, и там такая узкоколейка, и как психолог видит проблему клиента, и там вот эти вот кучи пересекающихся, узловая станция, даже ни одна причина влияет на наше состояние, нахождение в каких-то условиях и так далее, и так далее. Много систем, которые взаимосвязаны друг с другом, и никогда мы не можем откидывать среду, никогда мы не можем откидывать условия, в которых человек находится, текущее состояние, текущее положение, то есть мы смотрим на ресурсы, на наличие поддержки, на наличие, что в среде у него происходит, что внутри у него происходит, что с идентичностью в этом месте, потому что травма тоже формирует во многом нашу идентичность. Да, ну и самое главное понятие выгода не объясняет причину сопротивления и, соответственно, не ведет никаким изменениям, то есть, ну такой тупиковый путь развития отношений, в общем-то. Да, увести шоссе в болото. Ну и мы с вами сказали о том, что человек не просто не хочет выбраться из ситуации, а когда мы говорим слово выгода, то тут все-таки такое вот есть, с желанием как-то связано, типа не хочуся. Тут мне кажется, что такие лексические преломления происходят, потому что в русском языке слово выгода... Оно с очень интересным смысловым подтекстом, у него семантика такая непростая. Да, семантика слова такая выгода, как будто, ну, ты такой... Да, да, да. Вот сразу чувствую это выгода у тебя, ты такой там мелочный, складываешь эти поглаживания себе в кошельочек и там, не знаю, их периодически рассматриваешь, а в реальной жизни выбираешь, не знаю, есть гречку, без ничего. Ну, нет же. А человек реально не знает и не умеет, как выбраться из этой ситуации, собственно говоря, зачем он приходит к специалисту. Да, и... И там может быть и дефицит умений, да, и дефицит навыков, и вообще много... Дефицит чего? Ну, нет нейронных связей для того, чтобы... Вот, про нейронные связи, это вы сейчас прекрасно вспомнили, потому что как раз-таки, да, под это действие нейронная цепочка в голове уже сложилась. Да. Чем старше мы становимся, тем свои привычки, паттерны, нейронные цепи сложнее менять. Я вот сейчас переехала из кабинета в кабинет, и, ну, в общем, стеллаж, на котором у меня раньше стоял кулер, там, чайник, чашки, я вывезла домой и привезла из дома другой стеллаж, ну, как бы он больше под интерьер подходил, и клиенты первую неделю, ну, первую неделю я принимала на новом месте, и мало того, ну, и я-то туплю до сих пор, да, и клиенты, а, 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 где чашки, Обычные дорожки идут. Да, что происходит, и так далее. Кто-то с клиентов тоже сказал, о, замечательно, я построю себе новые нейронные цепи сегодня в попытке налить себе чашку воды. Такой вот легкий тренажер. И, ну, такие вот мелочи, что, если я где-то там подзастряла, и у меня, типа, вторичная выгода, что первое, с чего мы начинаем, это ходим на работу другим маршрутом, я не знаю, там, идем до магазина другим маршрутом, с каких-то очень простых вещей, которые позволяют нам чуть-чуть нейропластичность повысить. Вот у меня вот есть хорошая цитата. «Никто не будет попадать в субъективно неприемлемые условия микросреды ради сочувствия или общественного внимания, но если человек в такие условия уже попал и не может выйти, он пытается создать хоть какую-то причину нахождения в этих условиях». Бинго, да, бинго. «То, что про женщину с мужем, амьюзом». Да, если я выбираю оставаться в невыносимости, ну, все, как бы, здравствуй, депрессия, да? Хотя это тоже, ну, такой выбор, что я выбираю оставаться в этой невыносимости почему-то, да, тогда, ну, мы ищем причину следствия конкретных, почему. Да, если это, как это, страдать ради выгоды, это махинация называется. Ну, то есть, она осознанная, да? А тут, как бы, говорится же… Манипуляция, в большом счете. Да, это манипуляция. Я приду на работу, ну, все мы в детстве делали, наверное, грели все градусник там на батареях, да, чтобы в школу не идти. Ну, это прям обман. Это обман, да. Обман, манипуляция, махинация, причем историчная выгода тогда. Тут все прямо и понятно. У меня есть цель, я ее выполняю таким вот способом. Тут, наверное, маркером будет свое собственное ощущение, да, если вот ты чувствуешь, или там разговор с кем-то тебе это сказали, вот если вот эти чувства приходят, как возмущение, вина, остыд, то, наверное, как раз туда. Это уж точно не про обман. И потом мы все всегда про себя знаем. Врем мы в этой части или не врем? Сколько там процентов устины? Сложность, что самообман, неосознанный, он и неосознанный, и неосознанное, осознанное переходит постепенно, а не от того, что в него туда как-то ткнули, особенно ножом. Да, вот скажу я сейчас другому, что неосознанная выгода у него чего-нибудь там, болеть. Ага, вот 33 раза. Он такой сразу, ничего, какая фантазия, что он резко взял и перестал болеть. Да, ну прям, да? Осознание снаружи не происходит никого. Да, снаружи осознание никогда не происходит, и психика так прекрасно устроена, чтобы сопротивляться каким-то там очень прямым и прямолинейным воздействием на нее извне. Согласна, абсолютно. Что же делать все-таки, если клиент, вот конкретно, я клиент, я пришла на сессию, и вдруг я от своего психолога или специалиста слышу вот эту фразу? А я посмотрела нашу передачу, и теперь знаю, что не надо это слово, не должно звучать в сессии. Что мне делать? Как минимум сказать о своих чувствах. Вот. Сейчас же это новый такой тренд набирает обороты. Если ваш психолог сказал что-то не то, бегите от него к чертовой бабушке. Но контрзависимость ничем не лучше созависимости. Да, очень важно всегда в кабинете психологу возвращать то, что с вами происходит. Психолог тоже человек, он тоже может заблуждаться. Он тоже может, даже я сейчас говорю, я говорю про этот термин, мне прям приходится напрягаться, потому что я при подготовке осознала, насколько это въедается в подкорку, когда, не знаю, сколько это лет учебы, тебе про это говорят. Мы с ним уже живем. Да, с этим термином мы сколько лет живем. Это какое-то, как солнце стоит на востоке, садится на западе. Это какая-то неприлагаемая истина. И вот когда в башке возникает неприлагаемая истина, вот ее все время надо подвергать сомнению. То есть, получается, условно говоря, нужно отреагировать так, как я отреагировала в самом начале. Когда вы мне это говорите, я чувствую сопротивление, даже чувство возмущения, я чувствую, что вы меня обвиняете, и мне стыдно. Всякое бывает. Мы не знаем. Сейчас мы абстрактно специалистов вакууме рассматриваем, дальше рассмотрим поведение специалиста. Он как реагирует, реагирует ли он на мои чувства, или он продолжает защищать свою теорию, гипотезу и концепцию. Ну да, в этой ситуации нам больше не специалист важен, а то, что человек может сказать в этой ситуации. Клиент, клиентская позиция в этой ситуации важна. Я как специалист в этом месте исхожу из теории потребностей. То есть, если человек какое-то количество сессий приносит, мне какую-то ситуацию, которая не разрешается, но продолжает пытаться мне ковыряться, значит, проблем не там. 100%. И тогда я спрашиваю, какие другие потребности удовлетворяются там, где не удовлетворяются вот эти важные для тебя. Ну, например, вот чтобы было понятно всем, например, ситуация с мужем в семье, в которой женщина на себе ментальный груз весь тащит, для нее она в этой незакрывающей потребности безопасности ситуации закрывает потребность, допустим, в материальном каком-то обеспечении. И тогда мы имеем конфликт потребностей. Тогда все значительно проще. Причем очень вторичная выгода. У нас есть конфликт потребностей. Со всеми бывало, что я, господи, я вчера зашла в магазин, и мне очень понравилось две сумки. Знаете, сколько я около них стояла? Минут сорок. Да, ну, это есть сказочка про буриданного осла, все помнят, да? Что мы тогда, ну, как ты делаешь этот выбор, да? Один из вариантов, да? Более эксцентрально-финологический. Что про чего, между чем и чем я выбираю, важно осознать. Да, какая структура выборов, которые я здесь делаю, какие решения принимаю и так далее, да? А еще, кстати, очень часто там идет за вторичной выгодой. «Возьми на себя ответственность за что». И тут мне вспоминается байк прекрасный про одну мою подругу психоаналитика. В общем, поехала на какую-то психоаналитическую конференцию, проходила на ВУЗе, и местных студентов, в общем, запрягли волонтерить это мероприятие. Она немножечко опаздывала. И, значит, на входе этот студент, ну, видимо, он не хотел там присутствовать, в общем, стоять весь день, дверь караулить, скучная работа. Сопротивление! Чудесно, да? Чьему? Ему! Двери! Да-да-да. Психоаналитической конференции сопротивления. Сопротивление этому там пасмурному дню. Этому миру. Этому миру. Этому чему сопротивление. Это, да? Ну, как бы точка приложения. Также там с этими выгодами, потребностями. У нас стоит какая-то точка приложения. Ничего в вакууме, в воздухе не висит. Оно все имеет какие-то свои корни, ветви, сучья, основания, листья и так далее. Хорошо. По-моему, мы уже достаточно времени посвятили, да, этой замечательной фразе. И я хотела бы завершить наш разговор фразы Павла Зигмонтовича. Нашла я фразу? Да, Зигмонтович, хорошо про это сказал. Если человек находится в трудной ситуации, никогда не говорите ему о вторичных выгодах. Ищите, что на самом деле держит его в этой ситуации. И помогите этот фактор устранить. Только так вы можете действительно помочь человеку. Поэтому мы в роли клиента должны понимать, какая фраза... Понимать и принимать свои чувства в ответ на какие-то фразы психолога. И не бояться их оговаривать, их высказывать, их принимать, их проявлять в себе. А нам, как психологам, желательно, как вы сказали, от этой очень сильно въевшейся фразы стараться избавляться. Хотя, как Мария говорит, это очень даже непросто сделать. Не просто. Смотреть другие концепции, смотреть критику. Я, кстати, при подготовке... Вот статья Зигмонтовича такая достаточно флагманская в критике на тему вторичной выгоды. Если мы набираем первую страницу Google Яндекса, нам вообще-то вылезает всего три, по-честному две критические статьи, по то, что вторичная выгода — это излишнее понятие, которое путает карты. А дальше начинается «Вас семь ваших вторичных выгод, чтобы болеть», и так далее, и так далее. Ну, как бы, карты Таро тоже очень интересно. Снимать тревогу — прекрасный инструмент. Если этот инструмент снимает вам тревогу, эта фраза, вообще прекрасно, юзайте на здоровье. Используйте, как хотите. Если поднимает тревогу, как прекрасно Людмила Петрановская говорила в своё время, если вы какую-то берёте книгу, даже самую замечательную, самую именитую, самую обвешанную исследованиями и чем только можно регалиями автора, вам с неё плохо, вас корёжат, вам прям... Закрывайте её, убирайте. Да, вот если вы читаете даже самую простую книгу, самую какую-то там, не знаю, популярную-популярную, вам с неё хорошо, вам с неё становится легче, ресурснее и так далее, значит, это чё? На чём всё делать хуже? Сказка про Колобка, которая может открыть тебе целую вселенную, да? Вообще, да. Сказка про Колобка, это очень прекрасно. Хорошо. На этом мы заканчиваем наш разговор по вторичной выгоду. Будьте к себе внимательны, бережны, оставайтесь с нами. С вами была программа «Фокусный человек», а в студии работала Наталья Ежова. До свидания.